Информация занимает огромную роль в нашей жизни. И за несколько часов человечеством потребляется 40-50 гигабайтов информации. Поэтому требования к информационной безопасности становятся все жестче и жестче. И об этом не понаслышке знает наша третья гостья Марина Ажиганова, заведующая кафедрой информационной безопасности Севастопольского государственного университета. Доброе утро, Марина. Здравствуйте. Вот буквально в пару слов вы можете сказать, что такое информационная безопасность? В пару слов нет. Это очень объемное понятие, это междисциплинарное понятие. И задействовано очень много структур, которые отвечают за информационную безопасность. А так, если вот обозначить векторно как-то, то это и безопасность информации, которая обрабатывается и хранится, какая-то физическая, цифровая. И это безопасность личности от информации. И эта тема сейчас стала очень актуальна, особенно в том, что касается детей. И, безусловно, это весь наш быт, который стал наполнен вот этими всеми информационными системами, и которые отвечают за нашу безопасность или, наоборот, провоцируют нашу небезопасность. Вот как ориентироваться в потоке информации? Чему верить, а чему нет? Ой, это очень сложный вопрос. Вот я бы, как настоящий параноик, я бы сказала, ничему верить нельзя. Ничему и никому. Только критическое отношение, только получение информации из нескольких источников, только сравнивание фактов и обязательно отключать эмоции, потому что основные манипуляционные механизмы в информационной безопасности строятся как раз на эмоциях. Нас заражают каким-то настроением. Мы теряем способность здраво рассуждать, критически оценивать и попадаем в ловушку. А обеспечивают ли соцсети и мессенджеры должную безопасность пользователям? Вот знаете, как спасение утопающих, делорук самих утопающих, так и безопасность в соцсетях, это безусловно безопасность обеспечивается самими пользователями. Как вы о себе позаботитесь, настолько вот ваша безопасность будет обеспечена? Говорят, что если часто менять пароли и выбирать сложные пароли, это сохранит вашу информацию и обеспечит вам безопасность. Так ли это? Отчасти да. Вы же понимаете, что чем сложнее пароль, чем чаще вы его меняете, тем больше времени потратит злоумышленник на взлом вашего аккаунта. И тут важно еще просто соизмерять, насколько цена ваша информация, чтобы вы так сильно на эту тему заморачивались. Но в любом случае не зря сейчас существует и уже двухфакторная аутентификация, и биометрию подключают, чтобы каким-то образом усилить защиту. Если мы говорим о соцсетях, то тут имеет гораздо большее значение не столько сложность и надежность, хотя безусловно, пароль, а сколько ваша личная какая-то гигиена работы с информацией, со своей информацией, со своими персональными личными данными. Насколько я знаю, если опубликовать фотографию в интернете где-нибудь, в соцсетях, она сохраняется в базе, даже если я ее удалю потом в дальнейшем. Так ли это? Да, это так. Сохраняется любая информация. Но, к счастью, ее не так просто оттуда выудить. А вы знаете, вот видеоблогинг сейчас на пике популярности. И подростки, и дети, они просто погружены в эту блок-сферу. Насколько это опасно? И стоит ли говорить о детской безопасности? Стоит. О детской безопасности стоит говорить, и о ней много говорят. И наша кафедра проводит занятия со школьниками, начиная, по-моему, с пятого класса, самые ранние наши были встречи. Мы рассказываем ребятам, насколько важно сохранять культуру информационной безопасности, культуру поведения в информационном пространстве и как себя защищать. Огромное спасибо, Марина, что рассказали нам про информационную безопасность. Вы, как никто другой, владеете информацией. Но хотелось бы сказать, что интернет сейчас на пике популярности. Ведь не выходя из дома, мы можем оплачивать коммунальные услуги, совершать покупки, пополнять счет мобильного оператора и многое-многое другое. И, соответственно, есть много мошенников, которые только и ждут проколов безопасности. Поэтому следите за своей безопасностью, и тогда опасность обойдет вас стороной. Ну а с вами была Маргарита Матковская. Я прощаюсь с вами до завтра. Всем хорошего-хорошего, прекрасного дня. Улыбайтесь чаще, выходите на улицу, гуляйте.